Площадка за торговым комплексом «Дидасперсия» всегда полна автомобилей, и все ближайшие выходные территория будет заполняться еще и людьми. Жители центральной части города, как правило, за покупками на зиму отправляются именно сюда. Все же шаговая доступность играет здесь не последнюю роль. Традиционно организаторы стараются сделать каждую площадку выездной торговли разнообразной, при этом учитывая основные потребности людей. Как правило, большинство приходит сюда за картофелем, свеклой, луком, капустой. Хотя встречаются и экзотические новинки. На прилавках можно найти даже азербайджанский гранат. Гранатик, элитный сорт, гелоша красная, гелоша розовая, возится конкретно с Азербайджана, своя плантация там выращивается. Зернышки, вы посмотрите, в магазине никогда такие зернышки не увидите. Косточки нужно прожевывать, глотать, кожуру беленькую можно сушить и пить, заваривать, как чай, пить. Она полезна для желудка. Этот сорт, он в Азербайджане по сей день используется конкретно в медицине. Свежая рыба, мед очередного сезона, саженцы, плодовых деревьев и кустарников. Александр Бакарев занимается разведением винограда уже не один год. И результаты говорят сами за себя. Выращивать в открытом грунте такой урожай – это стоит дорогого. Это умение надо, за ним ухаживать надо обязательно. В общем-то, пока шишек не набьешь, сам ничего не будет. Агротехника, соответственно, нужна. Желательно ранние и очень ранние сорта, потому что такие, например, больше 135 дней у нас в открытом грунте не вызревают просто-напросто. Не вызревают. Это надо теплиться. Ну а кто хочет, тот, конечно, теплиться встадет. Но у меня все в открытом грунте растет. В целом торговая площадка пестрила причем как популярными сортами, так и новинками. В этот раз места среди участников были разделены, поэтому каждый продавец получил достаточное количество квадратов для размещения. Единственное, к чему призывают организаторы распродаж – к разумному подходу в использовании горожанами парковок в выходные дни. Чтобы не создавать трудностей, людей просят не оставлять свои автомобили на торговых площадках. Просьба горожанам, чтобы не оставляли личные автомобили на парковках, где будут проводиться сельскохозяйственные ярмарки. Это все субботы октября месяца. Третья, десятая, семнадцатая, двадцать четвертая и тридцать первая. Также к участникам убедительная просьба, что заблаговременно не оставляйте свой транспорт упакованной продукцией тоже на ночь. Приезжайте с утра, специалисты управления торговлей, сотрудники госавтоинспекции расставят ваши машины в соответствии с расстановкой, которая была предварительно сделана. Ярмарки в городе будут проходить все выходные октября, поэтому те, кто по разным причинам не был на торговых площадках, еще смогут закупиться. Кроме того, в программе запланированы и расширенные распродажи, где кроме плодово-овощной продукции можно будет прикупить и другие предметы быта.